Добрый вечер, дамы и господа. В сирийском конфликте намечается неожиданный поворот. Согласно сообщениям израильских СМИ, Россия намечает наступление против исламского государства, сокращенно ИГЭ, которое уже захватило большей части Сирии и Ирака. До этого Москва не принимала участия в подобных военных операциях. Но теперь россияне якобы построили военную базу недалеко от сирийского города Дамаск. Оттуда они могли бы с воздуха атаковать исламские группировки. Израильская газета UNED пишет, что наряду с военными советниками и несколькими тысячами солдат туда будто бы дислоцированы военные истребители разных типов. Но что могло быть причиной для этой измененной российской позиции? С российской точки зрения, коалиция Саудовской Аравии и Турции под руководством США проявила свою несостоятельность отбросить назад ИГЭ. Поэтому здесь напрашиваются вопросы, действительно ли эта коалиция не в состоянии успешно бороться с ИГЭ? Или она, может быть, совсем не хочет этого? Здесь мы вспомним о войне в Ираке в 2003 году. За период с 20 марта до 1 мая Ирак был в военном отношении разбит, а находившийся в должности президент Саддам Хусейн свергнут всего только за 41 день. То есть за какие-то шесть недель дело было сделано. И это несмотря на то, что Ирак в это время считался хорошо вооруженным государством, которое своем оружием массового уничтожения якобы являлось опасностью для всего ближневосточного региона и даже для всего мира. На этом фоне тяжело представить, что американская военная машина действительно не может отбросить подразделения ИГЭ. Она этого, очевидно, не хочет. Но почему Путин именно сейчас вступает в ближневосточный конфликт? Россия и Сирия по традиции являются союзниками, как экономически, так и на военном уровне. Порт сирийского города Тартус имеет для России большое стратегическое значение, так как является единственным средиземноморским портом России. При дальнейшем продвижении группировок ИГЭ по направлению к этому военному порту России грозит, если она замедлит потеря этой важной военной морской базы. К тому же в опасности находятся поставки средств помощи и оружия, без которых осад никогда не продержался бы так долго. Своим вмешательством в настоящее время Путин указывает на неспособность или бездеятельность США и таким образом открывает их действительный мотив. А именно, осада нужно удалить, и всё равно, кто его свергнет. Следующее высказывание президента США Обамы подчёркивает этот факт. Единственным путём в борьбе против исламского государства является формирование нового всеохватывающего правительства без осада, которое служило бы всем сирийцам. Последствием этой стратегии, то есть свержение осада, без сомнения была бы дестабилизация всего Ближневосточного региона, так сказать, Вторая Ливия. Свержение ливийского главы государства Каддафи и последовавшая с 2001 года дестабилизация Северной Африки вызвала самую большую волну беженцев после Второй мировой войны. Полный развал политических структур Сирии неизбежно повлияет на всю Европу в форме дальнейших потоков беженцев и предъявит европейским странам ещё больше экономические, социальные и политические требования. Российский президент по этому поводу сказал следующее. «Европа слепо следует американским указаниям и теперь несёт эту нагрузку». Другими словами, это означает, своей ближневосточной политикой США вызвали в Европе кризис с беженцами и несут за него ответственность. Для США речь идёт не об успешной борьбе с ИГ, иначе оно никогда не стало бы таким боеспособным или уже давно было бы побеждено. США, напротив, в собственных интересах продвигает вперёд дестабилизацию всего ближневосточного региона и европейского континента. Шаг за шагом глобалисты США приближаются к цели и взять, наконец, все страны мира под свой абсолютный контроль. Здесь ещё раз становится ясным, что конфликт в Сирии не является региональным очагом. Сейчас Россия видит себя как контр-игрок по отношению к глобальному преобладанию США, спровоцированной будь то в конфронтации на Украине или в так называемой гражданской войне в Сирии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова